Покорить Альпы в 20-градусный мороз Лишнего в дорогу непрофессиональный спортсмен решил не вести. Самого необходимого набралось почти на 50 килограммов. Но и с таким багажом подниматься в гору куда сложнее. Зато в помощь все подручные средства, даже для приготовления еды. Из кастрюли снега у меня получился вот такой вот быстросуп и пол-литра чая из одного пакетика. Альпы, пожалуй, самые популярные и развитые горные курорты в мире. Поэтому в основном маршрут велосипедиста проходил по асфальтированным трассам. По дороге Александр делал остановки в городах Италии, Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии. Но самые яркие впечатления на него произвели именно горы. Наверху разреженный воздух и очень большая разница между светом и тенью. То есть, например, при минус 10 на улице, на солнце, вот так стоишь и тепло. Можно стоять в майке. И ты не понимаешь, как же, минус 10. Но почему тепло? Но в то же самое время ты только отходишь. Даже в тень дерева и сразу мороз по коже. За 9 дней экстремальной дороги пришлось преодолевать не только подъемы, но и падения. Причем в буквальном смысле. Техника ведет себя по-другому. Вся смазка загустевает. И, например, на перевале от интенсивного торможения у меня заклинило цилиндры тормозные. Сломанный велосипед приходилось чинить прямо на морозе. Но к таким трудностям путешественник оказался готов. Перед тем, как отправиться в Альпы, он испытал свои возможности в горах Чехии. На вопрос, ради чего, Александр отвечает, доказать, что в достижении мечты нет ничего невозможного. Хочешь что-то сделать? Бери и делай. Мария Тройнич, Игорь Хвичиня, Наши новости, Брест. Продолжение следует...